Приветствую вас, друзья, в эфире программа «Золотая рыбка». Меня зовут Евгений Додолев, а в гостях у нас Влада Сизаненко, известная как актриса одной роли. Действительно, я посмотрел фильмографию, там пять позиций, из них четыре документальных фильма, где вы рассказываете о съемках в фильме «Любовь и голуби». И все время у вас все вопросы, которые вам задают, они все связаны, собственно, с этой лентой. А я бы про другую спросил, про ленту, где вы должны были бы сняться, но не снились. «Авария дочь мента». В одном из газетных интервью вы сказали, что поскольку вы снимались у Миншоу еще ребенка, а к моменту следующих предложений вы уже представляли себе сексуальный объект для режиссеров. С этим был связан ваш отказ? Нет, нет, нет. Насколько я помню, я читала сценарий, и там, вот помню, что врезалась в память сцена, где она должна была быть, эта девушка, героиня, оголенная. Я сразу поняла, что я не смогу этого сделать, потому что после «Любовь и голуби», когда все мои одноклассники кричали «Любовь и голуби, любовь и голуби», то есть я была на весь район. Представляете, если бы, не дай бог, что-то там оголенное было нам, то я думаю, нет, я этого не переживу, и мало того, у меня этого и не хотелось сделать. Я как-то так на видеопробах я не очень старалась, я так как-то зажалась вся, ну и все так как-то сошло на нет. Нет, режиссер... А прямо в интервью вы говорили, что уже вы понимали, что режиссеры испытывают вам интерес. Да вы что? Нет, это уже другие режиссеры. А другие режиссеры испытывают. Режиссеры других фильмов, да. А, то есть от каких-то предложений приходилось отказываться именно потому, что вы чувствовали, что на вас смотрят не только как на актрису? Ну, бывало. Бывало, да? Ну, бывало, да. Не будем говорить, кто, потому что уже многих нет в живых, Да, сейчас как раз очень принято говорить, как только человек переходит в разряд не живых, про него вспоминает. А потом, может, мне это показалось, знаете, и такое бывает. Ну да, это нюансы вообще всегда непонятно. Ну, вот просто бывает некомфортно. Причем кино-то как, там, 90-е годы, и кино-то уже закончилось, по большому счету. Ну, что снималось? Сейчас вы обидели-то многих режиссеров. Ну, что делать? Это они режиссеры, я понимаю, они тонкие натуры, обидчивые, но что есть, то есть, действительно. Я не буду говорить там названий фильмов, но когда вот как это прям чернуха-чернуха, когда вот знаменитые актрисы, да, которых вот всегда уважала, знаешь, по каким-то ролям вдруг раз они там, вот телеса все, ну, что такое все время оголенность, все время какое-то насилие, какой-то кураж над какими-то вещами близкими тебе, ну, духовности какие-то, да, вот над духовным чем-то посмеяться. Ну, я разве не права? Вот потому что после 90-х, считай, 90-го года, вот такого фильма, чтобы сказать, вот, вот это фильм, там, шедевр. Ну, нет, вот назовите мне, может быть. Я говорю, а что ты дальше не снималась? Ну, а в каком фильме вот вы меня видели, да, допустим? Вот вопрос, да, я встречные задаю людям. Ну, никто сказать ничего не может, а правда, а в каком? Ну, при этом вы выбрали, в общем, род деятельность, связанная с демонстрацией себя, в общем-то, и своего тела, и своей фактуры, вы пошли в модели, да? Да. То есть это манекенщицы и модели, это разные вещи? Это модель, да. Нет, это одно. Ну, модель, модель и модель. Вы у Юдашкина, да, работали? У Юдашкина. Ну, там много дизайнеров, ну, все дизайнеры российские. А какие там вот требования при помощи? То есть должен быть высокий рост, я насколько понимаю? Да, конечно. У вас метр восемьдесят. А с какого, какой минимальный рост? Ой, 176, и ты будешь сидеть без работы. Да? Да, раньше так было. И 178, да, минимум. В основном 180. Вот у Вячеслава Михайловича Зайцева, да, у него все девчонки высокие. Ну, насчет 90-60-90 объема, ну, я не могу сказать, что у меня там бедра были всегда 90, ну, конечно, немножко побольше. Ну, как-то вот я вписывалась. Было там и поменьше, да, талия. То есть это метр восемьдесят без каблуков? Без каблуков. То есть с каблуками это почти там, сколько каблуки у вас там? Ну, тем больше, тем лучше. Зато ноги такие продолжительные. Ну, ведь сразу как-то отрезается целый контингент ухажеров, которые по росту не вписываются. А зачем мне ухажер? Я замужем была. Да? Да. Понятно. А у первого мужа какой был рост? А у него 178. Нет, у него в военном билете написано 180, но мне кажется, он был. А второй? А второй повыше меня. А третьего нет. Понятно. Хоть бог любит троих. А Шурыгина вы по мужу, я насколько понимаю. А, по первому мужу, то есть по второму браку. Ну, Диана Шурыгина, я так понимаю, не ваша родственница известная. А вы следили за всей этой историей? Нет, не следила. Ну, вы знаете, кто это такая. Да, знаю, смешная такая девчонка, да. И вам никогда не задавали этих вопросов? Не задавали. Нет, мало того, один знакомый говорит, что там про тебя пишут. Это в интернете. Я говорю, а что вы? Ты там вообще что? Какую-то водочку на донышке. Говорит, слушайте, ну это не я. Как? Я говорю, я Лада, а там Диана. Ну. На самом деле вы ведь еще и не Лада, так, ну, в смысле, вы крещены, как Лариса. Да, раба Божья Лариса. Кто-нибудь вас когда-нибудь Ларисой называл в жизни? Конечно, в храме меня называют. А только в храме, да? Да. Всегда Лада. Лада. Любимая песня, понятно, какая, да? Хмуриться не надо. А любимое кино какое? Если, ну, понятно, что Любовь и голуби. Правда, Любовь и голуби, да. Не потому что я там снималась, потому что очень люблю комедии. «Карты, деньги, два ствола» очень люблю. Ну, много. А вот про Любовь и голуби. Я, насколько понимаю, вам помогала на съемках дочь режиссера Юлия Мишова. Да, Юля. А сколько было Юлии Владимировне тогда лет? Она же тоже была... Ей 14, мне кажется, вот да. То есть, фактически вы были ровесницей. Два года разница, да. Два года разница. Она, конечно, помогала, потому что были какие-то моменты, когда я не справляюсь со своей мимикой, будучи непрофессиональной актрисой, конечно. И Владимиру Валентиновичу казалось, что я смеюсь. Там надо было, когда я выбегаю из дома... Это первая сцена, да. Первый, самый дубль, да. Самый первый дубль, я выбегаю там из дома, бегу якобы на голубятню к отцу. И, говорит, ты должна быть напугана и сосредоточена. Ну, мне казалось, что вот если я сделаю вот так, то, значит, я напугана и сосредоточена. Я, естественно, бегу. И он говорит, стоп, да что такое, что ты смеешься? Ну, конечно, он там, ну, не то что отругал, но меня все затряслось, задрожало. И подходит Юля и говорит, Лад, ну, я как-то, может быть, я показала, он что-то начал говорить, а я обиделась, я насупилась. А она подходит и говорит, Лад, ну, ты пойми, ну, он очень переживает, ну, не обижайся, ну, что-то. Она, видно, как сказать, просканировала мое вот это состояние. Спасибо ей огромное, потому что действительно мне легче стало после этого. Я уже не то что не ранен, я стала понимать, что происходит, и за собой следить, и с Владимиром Валентиновичем как-то... Ну, мы с самого начала нашли общий язык. Ну, вот, то есть мы не потеряли связи, вот как бывает режиссер и актриса, да, связь устанавливается, потом вдруг как-то раз, и все, и теряется эта нить. И у меня роль, конечно, не супер большая там какая-то, но мне почему-то иногда кажется, что вот если ее убрать совсем, ну, что-то будет не хватать, наверное, вот это какой-то вот... Я знаю, что там хотели убирать полностью линию, которую сыграл Юрский, то есть он вашего дядю, по-моему, да? Нет, это не дядя. Не дядя? Это дед и бабушка, которые живут якобы соседи. Ну, соседи, вы же знаете, как деревень, как родня. Ясно. То есть отснято было значительно больше материала, чем потом... Да. Вы обсуждали вообще с кем-нибудь из коллег по площадке вообще потом эту работу? Или у вас разошлись дороги, вы ни с кем не общались, из людей, с которыми работали над фильмом? Сначала разошлись, да, как-то так. Раз, премьера прошла, все были счастливы. Проснулись знаменитыми, да. Да, все, да. Ну да, проснулись. Вдруг я поняла. Причем я с бабушкой со своей, Царствие Небесное, я со своей бабушкой пошла в кинотеатр «Звездный». Он еще был до премьерный показ. Мы пришли, купили билеты, сели, полный зал. Вы только объясните мне, что такой до премьерный показ в Советском Союзе. Я даже не знал о таком формате. Я даже не знаю, как вам объяснить. То есть туда билеты не продавались? Продавались. А, продавались. Продавались. Я не знаю, получается, что это то ли экспериментальный был кинотеатр, то ли что. У меня бабушка говорит, слушай, в этом экспериментальном кинотеатре «Звездный» идет и Любовь, и Голуби, хотят посмотреть, как народ среагирует, купят билеты или нет. И мы пошли в этот кинотеатр, купили билеты, сели. Когда я увидела себя, конечно, на экране, вот эту курносую, мне-то казалось, я вот такая какая-то, а там такой цыпленок с лягушонком смесью. Я так расстроилась. Я просто заплакала даже. Особенно, когда голова вот такая на весь экран двухэтажная. Ну, понимаете, раньше же не было, не видела. Что ты себя, кроме как фотографии, нигде не видела. И тут раз ты в движении, я прям расплакалась, наверное. Я даже не знаю, чего я расплакалась, то ли от вот этого накатившего какого-то переживания, чувства, когда вдруг титры вот эти вот летят, и ты видишь Лада Сизаненко, мама дорогая, мурашки по коже. Ну вот фильм закончился. Включили свет, и люди там, да, вдруг раз, понимают, что это я. И вот мы с бабушкой шли, и вот так вот нас окружили, и какая-то женщина даже потрогала меня. Одна говорит, вы можете дать автограф? Я говорю, что вы, это... Нет, это вы, я так поняла. И когда я подписывал первый автограф, я, конечно, думаю, как-то странно. Вроде я, а вроде не я. Как-то вот... Ну, короче... И сколько продолжался вот этот период узнавания на улицах, в общественном транспорте? Как долго? Ну, долго. Я даже не знаю. Насколько долго? Вы ведь все-таки ребенком? Года три. То есть вы не менялись с ней, что и остались? Такой же девочкой, таким же ребенком? А ваши одноклассники как восприняли, что у них звезда? Одноклассники? Ну, конечно, но они, наверное, думали, что я буду задаваться. Хотя, может быть, я и задавалась, кто его знает. Мне казалось, что им будет интересно, что если я им что-то расскажу, как вот Людмила Марковна, как с Гурченко, вот это все, как сниматься, как вот что она говорила. Но на самом деле, как-то так, да, что там режиссер там тебе что-то сказал? Ну, понятно, как-то вот так. Зависит? Какая-то... Думаю, наверное, да. Хотя я много школ сменила. У меня же родители в цирке работали, я переезжала из города в город. Месяц учишься в школе, переезжаешь потом в другую. Например, в Ярославле там с удовольствием прослушали все, что я им рассказала, и довольные, и счастливые. А вот в других каких-то городах там как-то прям, правда, агрессивно немножко было. Ну, что делать? Это тоже хорошая школа, я считаю. Я даже, слава богу, что и в таких условиях как-то... Ну, а, кстати, а как Гурченко? Говорят, что она очень... Очень разные отзывы. Значит, она очень по-разному была с разными коллегами на площадке. Какое впечатление на вас произвела, Людмила Марковна? Очень хорошее. А по поводу того, что разные? Ведь мы же разные все. Ну, это понятно, да. Мы разные, поэтому кому-то вот так, кому-то так. Мне показалось, она очень... Ну, вообще, Гурченко говорит, да, что она жесткий такой человек, и может... Нет, нет, она мне показалась наоборот какой-то такой милой. Она такая, ой, твои косички, ой, я так всегда хотела косички такие. Она мне говорит, как-то, ну, не знаю, может, оттого, что я ребенок. И поэтому она ни с кем не конфликтовала. Там вообще все спокойно было. Прямо домашняя обстановка семейная. Как одна большая семья. Только были моменты, когда Людмила Марковна, допустим, снималась, да, бывали дни, что только вот там трое или четверо, или мы там, я с Яниной и Игорем Ляхом, да. И во всяком случае, что каких-то конфликтов, каких-то недовольств, я не знаю, во время репетиции она, конечно, ну, отжигала по полной, да, она даже и на какие-то такие словечки, что даже страшно повторить, да. В смысле, не нормативные лекции? Ну, да, во время репетиции она, фу, деревня, да, она там вставляла. Это, я не знаю. Ну, мне кажется, что киношники все матерятся, нет? Нет, у меня было, нет? Нет, у меня все, как-то там этого такого не было, я не знаю, не знаю. Может быть, вас просто как ребенка щадили? Может быть, вот, наверное, я, хорошо, что я так была, так все, все было культурно. Когда вы для себя уже приняли решение, что вы не будете ходить на кастинги и не будете пытаться... Когда замуж вышла и... Ну, вы рано вышли замуж. 18 лет, да. То есть уже 18 лет вы распрощались с этими перспективами? Да. Распрощалась, и я не могу сказать, что я жалею об этом, правда. Ну, во-первых, такой рост, ну, куда бы я с таким ростом со своим, метр восемьдесят. А потом, действительно, я снималась в рекламе, я как-то, ну, это тоже... В рекламе чего мы снимались? А в рекламе прям бренда назвать? Ну, если это какие-то... Ну, начиная с всего, там, и... Какие-то напитки. Продукты, продуктов, машины, там, автосалоны, банки, там, в девяностые годы. А приходилось вам снимать в рекламе, допустим, напитков, продуктов, которые вы сами ни за что бы не стали употреблять? Конечно. Ну, а как же? А это же сделка с совестью какая-то, нет? Вы другим предлагаете употреблять то, что сами ни стали бы. Ну, я-то думала... Нет, подождите. Я в то время даже и не думала, что это как-то... Ну, не пью и не пью. Ну, мне главное что? Показать, что я, допустим, это пью. Они говорят, ой, ребята, вот пейте такая вкуснятина. Таких слов же я не говорила. А сколько платили тогда за рекламу? Ну, как это соотносилось там с ежемесячными зарплатами? Ну, хорошо, платили, что говорите. Все налоги я платила тоже. Вы при этом продолжали работать у Юдашкина или у кого-то? Конечно, так это все параллельно. И вот какая доля заработков приходилась на ваш... Оклад получают модели или сдельная работа? То есть независимо от того, сколько вы уходите на подиум, вы получаете какую-то ставку, да, как это называется? Ну, да. Почему так лукаво? Я же не знаю нюансов. Это было так давно, что я уже не помню. А, понятно. Я уже не помню. Это же, конечно, 90-е годы. 90-е годы. Конечно, что-то за рекламу получаешь отдельно. И я помню эти бедные, когда вот девочка одна у нас, ну, она в актрисы пошла. То есть она была моделью, потом ушла в актрисы. И она приходит и говорит, слушай, актрисы бедные, они там сидят без работы, рынок актрис перенасыщен, кино не снимается, они уже бедные согласны там и в рекламе сниматься, и все. А у меня, слава богу, вот как раз вот очень в этом плане хорошо. Ну, не это же главное для меня было как-то. У меня муж был, мне слишком много зарабатывать не особо-то и надо было. У меня все было. Оперый человек, который, по-моему, такое говорит. Ну, а что такое деньги, по большому счету? Для всех по-разному, для некоторых смысл жизни. Ну, их сколько ни дай, их все равно будет мало. Это правда. Ну, сколько ни дай, правда. Растут расходы, доходы растут и расходы. Я не знаю, как-то я спокойно, не знаю, я не говорю, что я прям, давайте мне деньги, я скажу, нет, не надо. Ну, и как супруг отреагировал на то, что молодая жена по подиуму? Да ужас, конечно. Ужас, да? Ужас, конечно. Я его сейчас понимаю. Сейчас я его отлично понимаю, но тогда хотелось как-то так с самореализацией, хотя я уже родила мальчика, вот этого Славика своего. Ну, конечно, это... Во-первых, он ничего не знал об этой профессии. Все считают, что раз модели, то это легкомысленные какие-то. Ну, считают, да. Вот, и что женщины, что раз красивая женщина, я не про себя, я про модели, я симпатична, скажем так. Раз красивая женщина, значит, там у нее поклонников куча, и она портит этим семейную жизнь, хотя я знаю, кучу каких-то там профессий, да, которые вообще далеки, вот там люди отрываются, портят семейную жизнь, и даже... То есть, я не знаю, почему вот именно так. Ну, конечно, в шоке... Ну, потому что эта профессия связана с демонстрацией себя, я думаю, что может быть отчасти поэтому. Хотя вот когда бывает так, что человек себя не демонстрирует, а, знаете, такой тихий омут. Ну, в тихом омуте. Ух, там вообще, я думаю, что никогда бы не подумал. Поговорки на ровном месте не берутся. Это какие годы были? Это еще Советский Союз был? Да. Это последние были годы Советского Союза. То есть, время дефицита, когда, в общем, и одеть нечего было. Помогало это в смысле приобретения, там, как это называлось, шмоток? Ну, когда пришло в Германию, да. Ну, в том смысле, насколько я помню, в те времена надо было доставать все, в том числе, там, те же джинсы, нельзя было пойти и купить. Ой, с едой было плохо. Нет, я когда вспоминаю, как раз, вот, Славик родился в 89-й год, я еще, конечно, модель не работала. То есть, я пошла работать моделью, когда ему было три года. То есть, я сидела дома четко. Это уже было после развала Советского Союза, это первые были годы. А, сейчас скажу. В 91-м году, 30 лет назад. Да, 91-й год, да, наверное, первый показывал. Тогда уже было голодно. Да, было ужасно. Было ужасно, и, конечно, я вот это вспоминаю. 18 лет, стиральных машин нет, мыла нет, кушать нечего, я не знаю, одеть ребенку нечего, и ты его там покормишь, и до трех ночи полоскаешь эти пеленки. Конечно, это было тяжело. Причем, что моя мама, она уезжала на гастроли, да, то есть, получается, практически мы с Вовой вдвоем, да, вот. Было очень тяжело. А потом, когда уже там стала работать, там, Славик три года стала, и поехала я в Германию, да, там как-то полегче стало, и с одеждой, и, ну, вообще как-то. И потом, надо отдать мужу первому должное, он, конечно, старался, чтобы все-все-все было. Вы в Германию поехали, оставив фактически... Ну, я там буквально на неделю. А, на неделю всего? Да нет, конечно, я бы не уехала. Нет, нет, я не уезжала, у меня была куча предложений и в разные страны, но я не могла бросить Славика. Предложения именно с показания, да? То есть, работать... Да, из модельных агентств, да, но там, чтобы работать хорошо, там, ну, не меньше полугода ведь. Ну да, я поэтому думал, что это какой-то долгий контракт. Нет. Я выбрала семью. Понятно. Она все равно распалась, но в этом все равно я виновата, я думаю. В чем именно? В чем ваше вина была? Потому что нельзя шашкой размахивать с мужчиной. А, вы такая, боевая, да? Да. То есть, качали право? Да, была. Сейчас, я надеюсь, я попроще стану. Ну, а сын общается с отцом? Конечно, конечно. Нет, ну почему? Не всегда так складывается. Я понимаю, что это... Хотя хочется иногда сказать, вот, нет, не получишь, но это глупо на самом деле. И это мои отношения с бывшим мужем, там, ребенок тут ни при чем. Какой бы негодей бы ни был, ребенок должен, мальчик должен общаться с отцом. Обязательно. Ну, вы сами упомянули, что вот 90-е годы, это было для кинематографа, вообще для ремесла актерского не лучшее время. Не лучшее. А что было с цирковыми? Как-то совершенно, я вот не знаю, ваши родители в цирке. Да. С цирком что было в этот же период? Да, многие цирки позакрывались. То есть, то же самое? Да. Да все как-то, как карточный домик рухнуло. Цирки закрывались. Многие артисты уезжали работать за границу. Ну, конечно, жить-то надо. И так в цирке, вы знаете, не очень-то хорошо, там, в бриллиантах роскоши не купались. Работали, работали. Нет, ну, цирковые выезжали за границу, что в Советском Союзе всегда была вот эта особая привилегия поехать за границу. У цирковых это были такие возможности. Ездили мои родители в Болгарию, я помню. А потом папа умер. А потом, вот когда, это уже отчим у меня был, когда вот все стало просто развалиться. А отчим тоже из цирка? Да, тоже клоун. Мама моя, видите, как... Странно, что вы из такой семьи даже не рассматривали... Рассматривали. А вы хотели бы, да, пойти в цирк? Конечно, воздушная акробатка. И что остановила? Что я в этом кольце? Сейчас я понимаю, что на все воля Божия. Вот только сейчас я вот понимаю, что если бы я пошла, наверное, я бы уже не была в живых. Потому что я очень рисковый была человек. А может, и сейчас остаюсь, я не знаю. Я о себе не могу объективно сейчас, в данную минуту, да, рассуждать. Я думаю, что бы я... Ну, точно бы я свалилась оттуда. Это очень опасная профессия, да, воздушной гимнастки. И, конечно... Ну, мне очень хотелось. Я думаю, что если бы мне сказали, ты разобьешься, я все равно пошла бы туда. Я все равно бы пошла туда. Я не знаю, нет таких вещей, которых бы я пугалась, боялась или еще что-то. А есть такие вещи, которые вы хотели бы загадать и пожелать? Потому что вы же знаете, что у нас есть волшебный карась, золотая рыбка, дядя Володя. Что вы, дядя Володя, вот... Загадаете? Какое желание? Ну, я бы загадала, наверное, для всех. Не только для... Ну, и для себя, и для всех. Ну, конечно, хотелось бы мира. Мира вообще, во всем мире, как это не просто звучит, да. Просто, а в то же время непросто. Я бы хотела, чтобы люди научились ценить друг друга. Чтобы научились дружить. Чтобы научились любить своих детей. Чтобы они слышали своих детей. Ну, я прямо сейчас расплачусь, потому что детям этого не хватает. И нам не хватает общения с детьми и друг с другом. К сожалению, вот так. И поэтому я хочу, чтобы все были счастливы и находили радость от общения друг с другом. Я желаю. Спасибо вам, Лады, и за это пожелание, и за разговор. Спасибо.